Мнения дачников, кому рулить их садовым обществом разошлись, и некоторые из них даже довели дело до суда. Обратившаяся в нашу редакцию по телефону 59 90 90, женщина заявила, что некая инициативная группа садового общества «Заря» организовала якобы незаконное собрание, чтобы переизбрать председателя. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Согласно уставу садового общества «Заря», каждые три года избирается новый председатель. Валентина Тертышной на эту должность назначалась трижды. Но за год до окончания последнего срока настроения в садовом обществе поменялись. На момент этого бунта, буквально будем так говорить, они приняли решение незаконно сместить председателя. Они мотивировали это тем, что у меня закончились полномочия. У меня полномочия заканчиваются 14 июля 2017 года. Как-то собрались анти-марковные компании, и они постоянно совали палки в колеса. То они штрафников пришлют, нам такие бешеные штрафы наложат. То, в общем, вот так вот все делалось. По словам Валентины Тертышной, о качестве ее работы говорят многочисленные проверки надзорных органов, которые не выявили ни одного нарушения. Но члены садового общества считают иначе. Она когда заступала, она обещала нам сделать столовые поставить, трубы поменять, дороги сделать. Все это было обещано. Но, к сожалению, ничего не сделано. Где наши списки, кто у нас члены. Потому что по членской книжке, которую она выдавала, у нас и сейчас очень много идет судебных всяких процессов. Потому что выдавала она самовольно. Кому хотела, кому решила, тому выдала. Оппозиционеры считают, что Валентина Тертышная злоупотребляла должностными полномочиями. По данным ревизионной комиссии садового общества, экс-председатели ее близкие не платили членские взносы. Помимо того, что о ней идет росток воды, электроэнергии и дороги, и все. И вот это вот сват и брат, и это наши с вами деньги. А мы их вот так вот, за них мы еще стоим горой и говорим, что ой, при ней было хорошо, но лучше было. Чтобы восстановить справедливость и вернуть прежнего председателя, единомышленники Валентины Тертышной обратились в суд. Фемида иск удовлетворила. По решению суда от 18 января 2017 года суд решил, установил удовлетворить иск Рыжиковой Елены Николаевны, признать незаконным, недействительным решение протокола 21 февраля 2017 года. Я приступаю к своим законным полномочиям по решению этого суда. Женщина уверена, в садовом обществе будут препятствовать ее возвращению на пост. В свою очередь, противники председателя заявили о своем намерении оспорить судебное решение.